Пипеточки Какие еще пипеточки, не поняла продавщица, ну в сапожки, в сапожки иди, 65 рублей, Сергей чуть вслух не сказал, ой-ё, и протянул, да, кусаются, продавщица посмотрела на него с презрением, Странный они народ, эти продавщицы, отвесит тебе килограмм обыкновенного пшена, смотрит так, как будто забытый долг вернула, ну да ладно, дьявол с ними, с продавщицами, 65 рублей у Сергея были, было даже 75, но Сергей вышел на улицу, остановился и стал думать, Вообще-то не для деревенской грязи такие сапожки, если честно говорить, но правда она не наденет их каждый день, наденет может раз в месяц сходить куда-то, и то не в грязь, а по суху, зато радость какая-то, черт знает какая радость, когда достанешь из чемодана эти сапожки и скажешь, на, носи Сергей перешел в улицу, встал в длинную очередь за пивом, и думал, представил он, как заблестят глаза у Клавдии, когда она увидит эти сапожки, Она иногда как маленькая радуется, прям до слез, вообще они хорошие, думал Сергей, с нами жить терпение да терпение надо, одни выпивки проклятые чего стоят, а хозяйство, а ребятишки, не, они двужильные, что могут это выносить, тут хоть иногда душу облегчишь, выпьешь все полегче, они ведь как заводные, с утра до вечера, с утра до вечера, Очередь двигалась медленно, мужики без конца повторяли, Сергей думал, ну, вообще она не босиком ходит, что зря прибедняться, ходит, как все в деревне ходят, не, красивые сапожки, но не по карману, да она сама заругает, скажет, на кой мне такие дорогие, зима скоро, лучше бы девчонкам что-нибудь купил, пальтушки какие-нибудь, Сергей взял, наконец, две кружки пива, отошел в сторону, пропускал медленными глотками и думал, о, жизнь идет, 45 лет скоро, а все ждешь чего-то, все ждешь, ждешь, вот заживу я скоро легко, весело, хорошо, Так и подойдешь к той ямке, в которую ложиться надо, спрашивается, какого дьявола надо было ждать, а не делать людям приятное, раз мог сделать, вот лежат жены, необыкновенные сапожки, деньги есть, ну, сделай человеку подарок раз в жизни, может, случая такого больше не представится, Сергей вошел в магазин, покажи мне их, чего, ну, сапожки, сапожки эти, какой размер, ну, я на глазок прикину, я не знаю, какой размер, едут покупать, сами размера не знают, это не тапочки, их мерить надо, я знаю, что не тапочки, это по цене видно, И нечего смотреть, так, может, я их куплю, как вы купите, когда вы размеры не знаете, ну, вам-то что беспокоится, покажите, ну, и нечего смотреть, каждый тут разглядывать будет, Ну, знаете, что, милая, обиделся Сергей, я же не прошу вас показать мне ваши панталоны, потому что смотреть на них не желаю, я прошу показать сапожки, которые на витрине, Продавщица швырнула ему сапожок, Сергей помял мягкое глинище, пощелкал ногтем по подошве, осторожно запустил руку вовнутрь, Нога в нем спать будет, подумал радостно, сколько они, шестьдесят пять ровно или с копейками? Продавщица молча зло смотрела на него О, Господи, прям ненавидит, изумился про себя Сергей, за что? Вам платить или кассиру? Продавщица, продолжая смотреть на него, сказала тихо В кассу Шестьдесят пять ровно или с копейками? Продавщица молчала, смотрела, теперь в ее взгляде, когда Сергей пригляделся повнимательнее, действительно стояла белая ненависть Сергей испугался, поставил сапожок, пошел к кассе, шо, она сдурела, что ли, подумал по дороге? Значит, нам так психовать, так же засохнуть можно до сроку, не доживя Оказалось, шестьдесят пять ровно, без копеек Сергей протянул чек продавщицы В глаза смотреть не решался, смотрел чуть повыше, тощий груди Больной, наверное, пожалел про себя Сергей, а продавщица чек не брала Сергей поднял глаза Теперь в ее взгляде была и ненависть, и какое-то странное удовлетворение Я сапожки прошу Продавщица, продолжая смотреть на него, сказала негромко На контроль Где он? Тоже негромко спросил Сергея, чувствуя, что сам начинает ненавидеть сухопарую продавщицу Продавщица молчала, смотрела Где у вас контроль-то? Сосмеялся Сергей Ну не смотри, не смотри на меня так, милая, жена ты я Я понимаю, что у меня с первого взгляда влюбиться можно, но что поделаешь Такая уж твоя участь, терпи Так где, говоришь, у вас контроль-то? У продавщицы даже ротик сам собой открылся Такого она не ожидала Ого, подумал про себя Сергей, откуда что берется, надо же такую есть бабу А не будешь психовать, стоит вся и зазлилась На контроль ему выдали сапожки И он пошел к своим на базу, чтобы ехать домой Они приезжали на своих машинах, еще двое шоферов и механик Сергей вошел в дежурку и думал, что все сразу кинутся к его коробке, что, мол, там Никто даже не обернулся, как всегда Спорили Видели на улице молодого попа и теперь обсуждали, сколько он получает Больше всех кипятился Витька Кибяков Бледный, рябой, с громадными, печальными глазами Даже когда Витька надрывался и, между прочим, всех оскорблял Глаза оставались умными и печальными Словно смотрели на самого Витьку со стороны Безнадежно и грустно А ты знаешь, что у его персональная Волга Надрывался Рашпиль Витьку звали Рашпилем У их, когда они еще учатся Стипендия 150 рублей Стипендия У их есть персональные Волги, но не у молодых Персональные Волги у этих, как их, у апостолов Не, не у апостолов, а у этих, как их, у, не у апостолов Нет, ты слыхал? Серега, нет, ты слыхал? У апостола персональная Волга Вот пень дремучий 150 рублей стипендия Сколько же тогда оклад? А ты думаешь, он тебе за так будет гонением подвергаться? На! 500 рублей не хотел? Но он должен быть верующим Сергею не хотелось вступать в спор про попа Хотя он мог поспорить 500 рублей молодому попу Это много Но говорить об этом сейчас нет Ему хотелось сапожки показать Сергей достал из коробки сапожок Сейчас все заткнутся с этим попом Замолкнут Не замолкли Один только руку протянул Покажи Сергей дал сапожок Шофер незнакомый Пощелкал железным ногтем по подошве И полез грязной рукой Прямо в белоснежную Нежную Внутрь Его Сергей почувствовал боль Куда ты своим поршнем? Шофер засмеялся Кому это? Жене Вот тут только все замолчали Кому? Спросил Рашпель К лавке Ну-ка Сапожок пошел по рукам Каждый мял голенище Каждый щелкал по подошве Внутрь лезть не решались Только заглядывали В белый пушистый мирок Один даже дунул туда зачем-то Сергей испытывал незнакомую Прежде гордость Сколько такие? 65 рублей Ты что, а фонарел? Сергей забрал Сапожок у Рашпеля Ну ты дал, Серга Грязь по колено Он сапожки За 65 рублей Что она с ими делать будет? Носить Сергей хотел выглядеть Спокойным, уверенным Но внутри у него что-то подрагивало И прицепилась одна тупая мысль Половина мотороллера Половина мотороллера И хотя он знал, что 65 рублей Это не половина мотороллера В голове все равно стучало Половина мотороллера Половина мотороллера Она тебе что, велела такие купить? Причем велела Купила все Ну ты дал Ну и что она с ими делать будет? Так они зимние А зимой что? И потом Это ж на городскую ножку И эта к лавке Разве только на нос налезет? У нее какой размер? Какой он размер носит? Что ты-то за меня переживаешь? Он нашелся тоже переживатель Жалко же, Сережа Ты же не на дороге эти деньги нашел Ты заработал? Ну я заработал Я истратил куда хотел Что зря базарить Она тебе, наверное, велела Резиновые купить Резиновые Сергей злился вовсю Сидят тут Как эти Курва Чужие деньги считают Слушать противно Ты что в бутылку полез? Сделал глупость? Тебе сказали Что ты в бутылку полез? Я не полез в бутылку Я не полез А что ты за меня переживаешь? Он нашелся переживатель Главное, хоть бы у него взаймы попросил Дураков мне жалко Потому переживаю Дураков Жалко 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 знаешь где? Жалко Позубатились еще Выехали поздно В село приехали Затемно Сергей ни с кем не подосвиданкался Пошел один Домой Клавдия и девочки Вечерили Что так поздно? Спросила Клавдия Я уж думал ночевать там останетесь Да то сио Сказал Сергей Пока получали Пока на базу возили Пока по районам распределяли Пап Ничего не купил? Спросила Груня Старшая Чего? Сергей по дороге так решил Если Клавдия начнет косоротиться Скажет На кой мне такие дорогие? Пойду утоплю их в колодце Купил Сказал он Трое Повернулись К нему Из-за стола Смотрели Ждали Так было сказано Это купил Что понятно было Не мясорубку Не платок за 4 рубля Купил отец Муж Сапожки Клавдия села на кровать Кровать заскрипела Городской сапожок Смело полез на крепкую крестьянскую ногу И застрял Не лезли Какой размер Тридцать в размер Тридцать восьмой И главный размер-то мой Что же это за ноженька проклятая? Сергей встал, попытался натянуть сапог Нет, не лезли В иван в голяшки не пускает Да что же это за ноженька проклятая? Подожди ты, подожди Попробуй на тонкий чулок Да где там, видишь? Да Возбуждение угасло Клавдия сидела на кровати Машинально поглаживала гладкое голенище Сколько они? Шестьдесят пять Сергею показалось, что Клавдия не расслышала цену Мол, шестьдесят пять рублей стоит сапожки-то Нет Она расслышала На глазах На ресницах ее были слезы Эх, ма Сказал Клавдия Что же это за ноженька проклятая? Раз в жизни довелось и то Эх, ма Сергей почувствовал нежданную, острую боль Жалость Любовь Слегка забытую Он коснулся руки жены Пожал Клавдия подняла глаза Встретились взглядами Клавдия тряхнула головой Как делала когда-то Когда была молодой По-мужицки, озорно Но вместе с тем Гордо, с достоинством Ну, Груша, повезло тебе Она протянула сапожок дочери На-ка, примерь Дочь растерялась Что теряешь, сказал Сергей Десять классов хорошо кончат, твои будут Клавдия засмеялась Перед сном грядущим Сергей всегда садился на низенькой табуретке Возле двери в кухню Курил последнюю папиросу Курил Думал Присел на этот раз Курил Думал Вспоминал сегодняшнюю покупку Постигал ее Нежданный, большой Как ему сейчас казалось Смысл На душе было Хорошо Жалко, если бы сейчас Что-нибудь разрушило Это хорошее состояние Эту редкую Гостью Минуту Клавдия стелила в горнице Постель Ну Иди Позвала Клавдия Сергей не ответил Ждал, что еще скажет Серегунь Ласково позвала Клавдия Сергей улыбнулся Сам себе Покачал головой Встал Но не подумал Так Вот, мол Купил ей красивые сапожки Она и ласковые сделалась Нет Дело, конечно, не в сапожках Дело в том, что Дело Дело в том, что Ничего Хорошо Хорошо Сашку Ермолаеву обидели Но обидели и обидели, случается Никто не призывает бессловесно сносить обиды Но сразу из-за этого переоценивать все ценности человеческие И ставить, так сказать, на попа самый смысл жизни Тоже, знаете, роскошь Себе дороже, как говорят Благоразумие Благоразумие вещь не из рыцарского сундука, зато безопасна Можете не соглашаться Можете снисходительно улыбнуться Можете даже улыбнуться презрительно Валяйте Когда намашетесь театральными мечами Когда выставят вас отовсюду с треском Когда охватит вас отчаяние Тогда приходите к нам, благоразумным, чай пить Но к делу Что случилось? В субботу утром Сашка собрал пустые бутылки из-под молока Сказал Маш, пойдешь со мной, дочери Куда? Гагазинчик? Спросила маленькая девочка Ага, магазинчик Пойдем, сходим А то мамка ругает, что мы в магазинчик не ходим Пойдем, сходим Купим молока В кои-то веки Сказала озабоченная мамка Пойдите, посмотрите там еще рыбу на татенью Если есть, возьми грамм триста Это дорогой-то, изумился Сашка Ничего, возьми, я ребятишкам поджарю И Саша с Машей пошли в гагазинчик Взяли молока Взяли масло Пошли смотреть рыбу на татенью Пришли в рыбный отдел А там, за прилавком Стоит тетя Тетя была хмурая Не выспалась, что ли И почему-то ей показалось Что стоит перед ней тот самый парень Который устроил вчера пьяный дебош В магазине Тетя спросила Хмуро Зло Ну Как? Ничего? Что ничего? Не понял Сашка После вчерашнего Сашка смотрел на нее с изумлением Что глядишь? Не было ничего вчера, да? Глядит Как Иисусик Сашка почему-то особенно оскорбился за этого Иисусика Послушайте Сказал он и почувствовал Челюсть у него Свело от обиды Вы сами, наверное, того Похмелья Теперь обиделась продавщица Она засмеялась Забыл? Что я забыл? Я вчера на работе целый день был Да? И сколько платят за такую работу? На работе он был Пойди проспись сперва Понял? Еще пасть разевает Сашку затрясло Наверное, потому Так остро он почувствовал В то утро обиду Что в последнее время Наладился жить хорошо Мирно Забыл даже, когда выпивал И еще потому Что держал в руке Маленькую Родную ручку Это при дочери его Так Но он не знал Что делать А Вот тут бы надо было ему Повернуться Пожать плечами Плюнуть И уйти к черту Тетя-то, больно того Несгибаемая Она, может, и поняла Что обозналась Но не станет же она В самом деле Извиняться Перед кем попалась Какой стати? Где у вас директор? Самое сильное Что нашел Спросить Сашка На месте Где его место? Где его место? Где надо, там и место А тебе зачем директор? Директор на работу пришел А не с вами объясняться Продавщица Нарочно подняла голос Приглашая к скандалу Других продавцов И покупателей Старшего поколения Только и делов директору С вами разговаривать Что там, Роса? Закричали другие продавцы А он Директор требует Вынь да положь ему директор Фонд Барон Пьянчуга Сашка сам пошел искать директора Какая плохая тетя Сказала маленькая девочка Тетя Она неплохая Она Но Сашка не стал говорить При ребенке Какая тетя В служебном проходе Ему загородил дорогу парень Мясник Ты чего волну поднял? Ну, ему Сашка Нашел, что сказать И, видимо, в глазах У Сашки стояло Серьезное чувство Потому что парень Отшагнул в сторону Я не директор Я завтоделом Сказала другая тетя В маленьком кабинетике Вы садитесь Садитесь Понимаете? Начал Сашка Стоит И ни с того, ни с сего Начинает За что? Вы спокойнее Спокойнее Понимаете? Опять начал Сашка Стараясь говорить Как можно спокойнее И интеллигентнее Я вчера целый день На работе был Так? Я вчера в магазин не заходил А она говорит Что я у вас дебош В магазине устроил А я вчера в магазин не заходил Целый день на работе был Кто говорит? В рыбном отделе стоит И что она? Она говорит, что Я у вас дебош в магазине устроил А я вчера в магазин не заходил Я целый день на работе был Ну так не были в магазине И не были Все Что же вы волнуетесь? Не вы и не вы Так Она же Оскорблять начинает Она же обзывается Как обзывается Иисусик говорит Зава для он засмеялась Сашку опять затрясло Губы у него запрыгали И опять почувствовал Челюсть свело от обиды Ну пойдемте Пойдемте Посмотрим, что там у вас И зав отделом А за ней Сашка Появились в рыбном отделе Что там, Роза Негромко спросила Зава отделом Роза тоже негромко Так врачи говорят Между собой При больном О больном же Еще в суде так говорят И в милиции Вроде бы между собой Но нисколько не стесняется Если тот, про кого говорят, слышит Роза тоже негромко Роза тоже негромко Сказала Нахулиганил Вчера А сегодня она помнил Сделала вид, что забыл Да еще и возмущенный вид делал Сашку опять трясло И трясло его потому, что Зава отделом Так спокойно Понимающе Кивала головой Потому что, мол И она, и Роза Хоть и не смотрели на Сашку Но понимали, что ему Как и всякому другому На его месте Ничего и не остается Как делать возмущенный вид Послушайте, сказал он Причем тут ваш этот говорок Зава отделом и Роза Не смотрели на него Разговаривали А что было? Выпил Не хватило Пришел опять А время вышло Он требовать Вызывали? Любка пошла к телефону А он пьяный-пьяный А сообразил Ушел Обзывал нас тут всяко Да подождите Опять вмешался Сашка Я же вам русским языком Объясняю Я вчера в магазине не был Роза и Зава отделом Повернулись и посмотрели на него Я вам сотый раз говорю Я вчера в магазине не заходил Я целый день на работе был А между тем Возле отдела Уже образовалась очередь И стали раздаваться голоса Да ладно Хватит Что там Был Не был Отпускайте Да как же так Обернулся Сашка Они говорят Что я у них дебош В магазине устроил Я вчера в магазине не заходил Что ты на работе был И тут Вышагнул из толпы Один В плаще Хватит Не был он в магазине Вас тут каждый день Не протолкнешься Стоят Соображают Раз говорят Значит был Что вы Закричала очередь Они по вечерам газеты читают Они из дома никуда не выходят Он еще возмущаться будет Это на вас надо возмущаться На вас надо возмущаться Да ты что Обернулся к нему Сашка И вдруг осекся Понял Все Глупо Эту стенку из людей Ему не пройти Сашка взял Машу за руку И они пошли к дверям Водка начинает продаваться В десять часов Рано пришел Бросил ему последнее в спину плащ Сашка вышел из магазина Остановился и закурил Какие пахи дяди Сказала маленькая девочка Да дядя тетя Но он не знал что делать И решил он дождаться этого В плаще Поговорить Выяснить До каких пор мы будем потакать хамству С какой стати он выскочил Таким подхалимом перед продавцами Что это за манера Что это за желание Угодить хамоватому продавцу Чиновнику Просто хаму Во что бы то ни стало Угодить Ведь сами мы развели хамов Никто их нам не завез На парашютах их нам не забросили Так вот примерно Думал Сашка И в это время вышел из магазина Этот В плаще Послушайте Шагнул к нему Сашка Я хочу поговорить с вами Плащ остановился Недобро уставился на Сашку Пойди проспись сперва Понял? О чем нам говорить? Он еще останавливать будет Ты у меня поговоришь Ты у меня в другом месте Поговоришь Ты что взбесился? Это ты у меня сейчас взбесишься Сейчас ты у меня взбесишься Сейчас Я тебе поговорю Подворотня чертова Плащ прошуршал обратно В магазин К телефону Как понял Сашка Прямо заговор какой-то Сашка даже успокоился В милиции он дожидаться не стал Ну ее Если бы был один Может и дождался бы Даже интересно Чем все может кончиться Он взял Машу за руку И они пошли домой И Сашка все думал по дороге Про себя Что такое? Что с людьми делается? Девочка опять заговорила На своем маленьком непонятном языке И Сашка вдруг поразила Что ведь и она Опять затеялся Сполошилась Вера Да ничего Нахамили Дикоинка что ли Но между тем Он крепко задумался Вот об этом Плаще Ведь большую жизнь Прожил мужик И что с ним стало? Трусливый подхалим Сразу бежать К телефону Звонить в милицию Как он жил Что он делал в жизни? Неужели он не понимает Что угодничать Нигде Никак Никогда Нехорошо Скверно Ведь как надо было прожить Чтобы не понимать этого? А правда Как он жил? Что он делал в жизни? Сашка и раньше его видел Он жил в девятиэтажной башне Напротив Может расспросить Узнает по описанию Кто он такой Зайти к нему Поговорить с мужиком Может он одинокий какой Объяснить ему Ну обозналась та дура Но не было он вчера в магазине Я за сигаретами Ты что, что из магазина? Ну забыл По описанию Один парнишка Сразу узнал Чукалова Он в 53-й квартире живет Он один живет? Почему один? Там еще с ним бабка живет А что? Ничего Ничего Поговорить надо Дверь Сашки открыл Тот самый человек Который был ему нужен Чукалов Его фамилия Вы только не пугайтесь Начал Сашка Я хочу объяснить вам Пам Сейчас Цепкой Неожиданно 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 Сильной Рукой Рукой Сын Сашка Сашка двигался Сашка двигался Рукой Сашка Так испугался Мне Машка Мне Машка Мне Машка сказала Что закипит Сашка Сашка Достал папиросу Достал папиросу Закурил Вон пальцы Ходуном ходят Сашка Пойдем домой Пойдем Сашенька Сашка Сашка Легким движением Высвободил Руку Постоял Помолчал Сжимая Зубы И пошел И покорно Пошел Домой Эх Трясуны Мы Трясуны На тетрадь К Продолжение следует Скажет